Бани Баня на Руси существовала очень давно. И когда возникли первые бани, которые топились по-черному, историки не знают. Это произошло в глубокой древности. И уже в документах эпохи Киевской Руси о них писали как о древнем и хорошо известном обычае. И одно из самых первых упоминаний таких бань содержится в повести временных лет. И приписана эта цитата апостолу Андрею, который якобы по Днепру поднялся до Киева. И вот в его устали тописец вложил такие слова, что запираются они в помещениях жарко натопленных, и там хлещут друг друга вениками, и тем творят себе не мучения, а развлечения. Кроме бань, которые топились по-черному и существовали в любой деревне, еще появились затем бани, которые топились по-белому. И эти бани уже имели печку, и дым выходил в трубу. Такая баня традиционно имела как минимум два ряда полок. И вот эти бани очень часто изображались в древнерусских миниатюрах. И мы можем с вами такие миниатюры увидеть. Несколько раз в древние рукописи попадало изображение монастырских бань. И мы видим здесь картину, где люди парятся, хлещут друг друга вениками и так далее. Известно, что в Кремле в XVI-XVII веках тоже существовали бани. Причем были бани, которые располагались на третьем этаже каменного царского дворца. И вот одна из таких бань попала на миниатюру. По древнерусской традиции наутро после свадьбы жених и невеста шли в баню, каждый со своими друзьями и подружками. И известно, что в царской бане было несколько помещений, как минимум четыре. Было помещение, где раздевались, было помещение, где находилась мовная постель, была парилка. И вот на миниатюре, которая рассказывает о свадьбе царя Михаила Романова с Евдокией Лукьяновной Стрешневой, свадьба эта произошла в 1626 году, мы видим изображение царской бани. Но это помещение не топили. И после того, как царь вместе со своими приближенными вымылся, ему уже в другом помещении бани подавали завтрак. И как раз мы видим завтрак жениха в бане наутро после свадьбы. И мы видим, что баня имеет каменный пол, ценинную печь, то есть печь, украшенную изразцами, и четыре полки, которые обиты красным сукном. Ну, значит, в соседнем помещении точно таком же царь и мылся. Известно, что из русских царей любителем бани был Иван Грозный. И документы говорят, что в бане он мог проводить по три часа в день, туда ему подавали закуски, он там слушал певцов и музыкантов. И вот говорится, что в последний день своей жизни, 18 марта 1584 года, царь как раз по своему обыкновению принял баню, а затем отправился играть в шахматы. И вот здесь как раз его постиг удар, и в тот же день царь Иван Васильевич скончался. Вы видите сцену из сериала «Годунов», где царь вот уже в бане собрался играть в шахматы. Ну, а на самом деле царь после того, как принимал баню, он обычно уходил отдыхать на мовную постелю. Вот эта мовная постель на миниатюрах не изображена, но мы можем увидеть, как она выглядела в традиционных банях, которые строились уже потом, в XIX веке. И вот очень интересный банный комплекс сохранился в дворце Монплезир в Петергофе. И мы видим белье, в котором знатные люди ходили в баню. И вот здесь мовная постель, на которой можно было после бани отдохнуть. Бани были не только на мужской половине царского дворца. Баня царицы была на женской половине. И многочисленные миниатюры тоже нам сохранили изображение женщин, моющихся в банях. И в этой бане парились, в этой бане развлекались, в этой бане лечили женские болезни. Ну а по старинной традиции царицы, как и царю, в бане тоже наутро после свадьбы подавали завтрак. И вот известно, что в 1606 году заподозрили жители Москвы, что Дмитрий Самозванец, который называл себя сыном Ивана Грозного, на самом деле не его сын, потому что наутро после свадьбы он нарушил обычаи и вместе с невестой в баню не отправился. Ну и миниатюры старинные сохранили нам изображение роскошных бань, напоминающих турецкие хамамы. Мы видим на этих миниатюрах отделанные мрамором помещения с резными каменными чашами для горячей воды. И мы видим, что мыться можно было и традиционным способом, потом, значит, на полках париться, можно было мыться и в ваннах, которые напоминали бучки. И вот на левой миниатюре вы видите как раз такую баню, снабженную водопроводом. В одну вода льется из крана, и внизу другой кран, откуда вода потом вытекает. Ну и, как я уже говорила, на миниатюрах существовали многочисленные изображения монастырских бань, которые стояли на берегу реки или озера. Вода в них подавалась с помощью специальных машин. И на левой миниатюре мы такую машину как раз видим. То есть воду в баню не носили вручную, а наливали с помощью специального устройства. И в бане мы также видим, что существовали и служители, которые помогали тем, кто в эту баню приходил. И вот на правой миниатюре как раз перед моющимися изображен такой банщик. Кроме бань, многочисленных в самом Кремле, существовали в средние века еще бани рядом с Кремлем. И особенно были известны серебрянические бани в Устье Яузы, около церкви в Серебряниках, которая дошла до наших дней. Иностранцев, которые приезжали в Москву, их поражало то, что строгие обычаи, которые заставляли женщин редко выходить из дому, иногда даже скрывать свои лица, они на бане не распространялись. И поэтому около бань можно было наблюдать такие картины, когда парившиеся там женщины выскакивали, чтобы окунуться в сугроб или в холодную воду. Эти бани существовали еще и в XIX веке. И вот их запечатлели иностранные художники. И бани эти летом были средством и соблюдения чистоты, и местом увеселения, куда собирались девушки и женщины, чтобы обменяться какими-то новостями, поговорить о том, что им интересно. Ну, вообще, надо сказать, что баня в Древней Руси играла роль очень важную, потому что это было не просто место, где мылись и где общались, это было место, где людей лечили. Вы видите часть экспозиции музея истории медицины. В банях работали цирюльники, которые могли не просто постричь, но могли оказать необходимую медицинскую помощь. Известно, что они вырывали больные зубы. Ну и также в банях работали костоправы, которые могли помочь в случае каких-то ранений или болезней, связанных с суставами. Поскольку баня была самым чистым помещением, где всегда была горячая вода, то на протяжении многих столетий русские женщины и знатные, и незнатные, они в банях рожали детей. Эта традиция существовала и в Кремле, эта традиция существовала и у простых людей. Даже в XVIII веке у дворян эта традиция еще соблюдалась. И известно, что Григорий Потемкин, Екатерине II, показывал баню в своем имении под Смоленском, где он родился. И вот здесь мы с вами видим сцену из житийной миниатюры, где показаны роды в деревянной бане, где женщины сразу же принимаются обывать новорожденного ребенка. И рисунок уже сделан художником XIX века, где показаны и повитухи, и женщины, которые пришли оказать помощь. И в такой бане мать с ребенком могла оставаться первые несколько дней его жизни. Ну и известно, что изображение бани было одним из любимых сюжетов русских художников. И мы с вами можем увидеть замечательные картины и Кустодиева, и Пластова, которые изображают русских красавиц в бане или после нее. Ну и надо сказать, что даже в XIX веке вот такие традиционные русские бани, они по-прежнему существовали в царских дворцах. И посетители банного корпуса дворца Монплезир, они могут увидеть вот эту традиционную баню с полками и с мовной пастилей. Надо сказать, что банный корпус Монплезира, он имеет и традиционную баню, он имеет уже и влияние западноевропейское. Например, вот эта следующая комната, здесь деревянная ванная, и здесь сверху душ, который льется из замечательной люстры в форме пышного букета цветов. Ну а что касается кавалеров и дам, то для них тоже существовала баня, куда ходили, видимо, по определенному графику. Но это были и уже европейские ванны, покрытые обычно простыней, куда нужно было заливать горячую воду и затем ее сливать. Ну и вот здесь мы можем немножко поговорить о западноевропейских традициях. Обычно привыкли думать, что в средние века в Европе мылись плохо. Но на самом деле нет. В самые такие малоизученные, как их называли, темные века еще продолжали работать римские бани, существовавшие во многих городах. А в XI-XIII веках во всех крупных городах существовали десятки бань, куда можно было прийти любому желающему за небольшую плату. И в городских уставах было строго описано, что должно быть в этих банях, все необходимое для мытья и какие услуги должны оказывать банщики, которые эти бани содержали. И вот изображение таких европейских бань, относящиеся к XIV веку, XVI веку, мы здесь с вами видим. Дошли до нас такие банные комплексы, существовавшие во многих монастырях и многих городах, и мы здесь можем увидеть почти то же, что и на Руси. И деревянные ванны, и шайки для мытья. Но в XVI веке эти общественные бани почти во всех городах были закрыты. С открытием Америки по Европе распространились многие неизвестные ранее болезни, поэтому врачи сочли, что общественные бани опасны. И поэтому они были закрыты, мыться стали на дому. А это уже было гораздо сложнее. И поэтому известно, что европейские офицеры, которые приезжали на службу в Россию, первое, о чём они писали в своих дневниках и воспоминаниях, то, что их поразило, это большое количество воды и большое количество дров, баня в каждой усадьбе, и мыться можно было при желании хоть каждый день. И вот в музее Лефортова существует такой макет немецкой слободы, и здесь показано, что в каждой усадьбе, которую получали офицеры, приехавшие на службу к русским царям, обязательно была своя баня, что очень высоко ими ценилось. Ну а вот в XIX веке в Европе с мытьём было всё уже гораздо сложнее, и мы видим картины европейских художников XIX века, дамы принимают ванную в рубашках, не сняв даже украшений, голову они тоже мыли не каждый раз, когда принимали ванную, и главная проблема этой ванны была в том, что её надо было привозить в комнату, обычно эти ванны были на колёсиках, и они были очень небольшого размера, так что там поместиться целиком, собственно говоря, было трудно. Но других вариантов мытья, к сожалению, практически не существовало. Ну и вот у нас после реформ Петра I количество бань в городах тоже сократилось, потому что только в усадьбах самых знатных или богатых людей была своя собственная баня. Но у нас, конечно, во все времена существовали бани общественные, куда мог прийти каждый желающий. Вот есть такая картина художника XIX века Фирса Журавлёва, которая изображает девичник перед свадьбой. Невеста вместе со своими подружками принимает ванную, и, к сожалению, эта ванная, судя по всему, установлена просто в гостиной богатого дома. Ну а в учебных заведениях по-прежнему существовали традиционные бани. И вот эта редкая фотография, она изображает подготовку к банному дню в одном из институтов благородных девиц. Здесь мы видим, что в бане расставлены на лавках шайки, разложены мочалки, и, значит, благородные девицы будут мыться по русским традициям. Вообще на Руси издавна было принято, что баню принимали еженедельно. Обычно это было по субботам, чтобы в воскресенье пойти в церковь в чистом виде. Ну и помимо того, что баня привлекала внимание художников, один из самых интересных экспонатов, связанный с банями, который был на выставке. Это скульптура уже нашего почти современника, скульптора Василия Коноваленко, которая называется «Знойный полдень». И здесь мы видим двух женщин, которые после бани пьют чай, чтобы перенести этот жаркий день. Таким образом, мы с вами убедились, что бани на Руси существовали издавна, и люди не просто заботились о своей чистоте, но могли в банях и поправить здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok